В 2003 году группа археологов из Калифорнийского университета работала на раскопках в долине реки Омо. Сама река находится на юге Эфиопии и считается чуть ли не единственным источником жизни в данном регионе Африканского континента. Работа экспедиции уже близилась к завершению и не сулила никаких сенсационных открытий, как вдруг палеантрополог Йоханнес Хейл Селоси натыкается на скелет человекообразного существа. Проведенные на месте радиоуглеродные анализы находки шокируют ученых. Это существо проживало на территории современной Эфиопии около 5 миллионов лет назад. То есть получается археологи обнаружили самый древний в мире скелет нашего предка. На основе этого факта тут же было сделано предположение. Долина реки Омо – колыбель человечества. Но возможно ли такое? Вполне, если учесть, что Земля, где была сделана эта загадочная находка, считается самым таинственным местом на нашей планете. На протяжении всей своей истории люди задавались вопросами. Откуда мы все здесь взялись? Где появился первый человек? Современные технологии дали науке шанс прояснить некоторые моменты, связанные с этой историей. Но для начала следует обратиться к Библии. В первых же главах Верхового Завета есть упоминания о райской земле на востоке Черного континента. Одна из рек, рожавших этот Эдем, протекала по земле Куш, а сама река именовалась Гихон. Такие строки можно найти в книге Бытия. Это может натолкнуть на мысль о том, что когда-то, во времена написания Ветхого Завета, Эфиопия, в те времена Абиссиния, возможно, являлась частью райского сада, откуда выгнали Адама и Елу. Вообще во многих источниках приводится упоминание об Эфиопии как о святой земле. И еще это место возникновения культурных растений по Вавилову, которого никто еще не оспорил, и который гениально предсказал родину многих видов, как пшеница, рожь и так далее, именно в Восточной Африке, именно Эфиопии. И самое главное, более приближенное к нашему времени событие, это знаменитый ковчег Завета, который был найден именно там. Вернее, может быть, он был найден где-то в другом месте, но долгое время находился и находится именно там. И что с ним связана вся дальнейшая история нашей цивилизации, и в том числе и происхождение человека. Возможно ли представить, что Эфиопия действительно может быть тем самым раем, упомянутым в Библии, или говоря языком академической науки, прародиной нашей цивилизации? Допустим, что так. Согласно теории моноцентризма, то есть учению о происхождении человека современного типа, все люди появились на свет от единой популяции. И ареал обитания этой популяции находится в Африке. Это, конечно, гипотеза, но ее принимают многие. Согласно этой же теории, в процессе экспансии на север предки людей эволюционировали в человека разумного. Изобрели колесо, укоротили атом и полетели в космос. При этом на территории все той же долины реки Омо до сих пор проживают народности, добывающие огонь первобытным способом, не использующие средств личной гигиены, не прикрывающие наготу и совершенно не имеющие никакого понятия о том, что происходит за границами их замкнутого мерка. Это первая нестыковка. Вторую нестыковку можно углядеть в той же Библии, где говорится, что человек сотворен Богом, а не появился в результате эволюционного процесса. При этом Адам увидел свет на шестой день сотворения мира. А само сотворение мира состоялось семь с половиной тысяч лет назад. То есть совершенно неправомерно говорить о том, что Адаму может быть почти пять миллионов лет. А кто, собственно, сказал, почему? Я не вижу противоречия здесь. Бог, да, Он мог создать все живое, но не в один день, вернее, может быть, один день в Библии говорится, для Бога, может быть, один день – это сотни миллионов лет. Поэтому по воле ли Бога, или по воле высшего разума, или по воле мироздания и природы, вот так появился человек. Да, вполне, это не противоречит ни идеям верующих, ни идеям атеистов. Есть еще один момент, говорящий в пользу того, что Эфиопия вполне может быть колыбелью человечества. Это благоприятные географические и климатические условия, которые позволяют любому живому существу активно развиваться. Как раз через эту страну проходит знаменитый великий африканский разлом. Его еще называют Великой рифтовой долиной. Несмотря на достаточно неблагозвучное слово «разлом», эта геологическая структура сыграла огромную роль в формировании жизни в восточной части Черного континента. Вот, мне довелось побывать в разных точках этого разлома. Это место, оно и в переносном, и в буквальном смысле, как ядерный реактор для всей нашей Земли. И с точки зрения ископаемых, и с точки зрения продуцирования какого-то производства, каких-то вот новых веяний в цивилизации. То есть вот то, что там находят все новые и новые останки и остатки древнего человека, древних гоминид, говорит о том, что именно здесь была прародина человечества. Великий Африканский разлом берет свое начало на территории Северной Сирии и оканчивается в Мозамбике. Имея длину 6800 километров, он режет собой целых 20 стран. Эта громадная трещина находится в постоянном движении. В некоторых местах ширина разлома достигает 100 километров, а высота гор по краям трещины колеблется от 500 до 1000 метров. В районе Южной Эфиопии линия разрывается и расходится, а смыкается около озера Виктория в Уганде. Самая низкая территория разлома, да и всей планеты Земля, это Мертвое море и Орданская долина и пустыня Вади-эль-Араб. Положение земной тверди в этих местах на 400 метров ниже уровня Мирового океана. В эту впадину стекает вода, и под воздействием сильнейшей жары испаряется, создавая повышенную концентрацию соли. Миллионы лет назад вдоль трещины начали образовываться и пресные озера, такие как Тибериадская, Танганьика, Малави, Виктория. Благодаря своему местоположению и уникальному климату, в них водятся редкие породы рыб. А вокруг этих огромных хранилищ пресной воды благоухает пышная флора и обитает многообразный животный мир. То есть этот регион вполне можно назвать идеальным для зарождения человеческой цивилизации. В другой стране, это места, где находят очень активно действующие, возможно, природные, возможно, искусственные, вот здесь до сих пор вопрос, природные ядерные реакторы, так называемые, я говорю о первом природном реакторе под названием ОКЛА, назначение и происхождение которого до сих пор большой вопрос. А вот это действительно самая уникальная тайна Восточной Африки. Разгадать ее пытаются уже почти полвека. В 1972 году одна французская компания импортировала урановую руду из месторождения ОКЛА. Сам рудник находился в республике Габон. Удивительно было то, что концентрация урана в руде была столь же низкой, как в отработанном урановом топливе из ядерного реактора. Находка привела ученых к заключению, что этот уран уже был использован для получения энергии. Данное открытие шокировало мировую общественность и привлекло ВОКЛА ученых из многих стран для продолжения исследований. Первые результаты показали, что урановый рудник был по сути древним ядерным реактором. Когда исследователи подсчитали общее количество радиоактивного топлива, то получились интересные цифры. Это было пять сотен тонн урана в шести различных зонах. Величина их выходной мощности оценивалась примерно в одну сотню киловатт. По оценкам, реактор действовал на протяжении 500 тысяч лет. Более того, ядерные отходы, произведенные в нем, не распространялись на окружающей площади. Вместо этого они изолировались внутри отдельных участков. С точки зрения современного ядерного производства в этом древнем реакторе была использована очень продвинутая технология. Но кому и для каких целей все это служило? Гипотез по поводу ядерного реактора было выдвинуто немало. Но больше всего заслуживает внимания версия советского ученого-математика, астронома и знатока древних языков Матеста Агреста. Абсолютно не зная о существовании таинственного реактора в Восточной Африке, он еще в 1959 году опубликовал статью с претенциозным названием «Космонавты древности». Согласно мнению автора, некоторые артефакты и памятники прошлого могли быть связаны с пребыванием на Земле представителей какой-то высокоразвитой инопланетной цивилизации. В частности, Матест Агрест пишет, «Можно допустить, что обследование Солнечной системы космонавты проводили малыми кораблями, стартуя с Земли. Для этих целей им, возможно, понадобилось добывать на Земле добавочное ядерное горючее и построить специальные площадки и хранилища». Если принять на веру мнение советского математика, то вполне можно предположить, что древнейший ядерный реактор в Окле и есть та самая, образно говоря, заправочная станция для инопланетных кораблей. Построили ее те же пришельцы для своих собственных нужд. А если это так, то не исключено, что и происхождение найденных в 2003 году останков может быть вполне инопланетным. То есть наша цивилизация способна иметь корни вовсе неземные. К слову сказать, именно в этом районе в древние времена находилось племя догонов, которое слово в слово повторяет то, что обычно рассказывают про контакты с неземными цивилизациями палеофологи. Вот то же самое о себе, как о своей родословной утверждают и догонцы. И примерно в этих же местах находится место, где нашли первого, так называемого первого человека, первого Адама. Случайно это совпадение или нет, это большой вопрос. И все-таки большинство исследователей считают версию о рукотворном ядерном реакторе Вокли необоснованными домыслами. Согласно геологической датировке, урановый рудник в этом месте сформировался примерно 2 миллиарда лет назад. Результаты исследований, проведенных учеными, позволяют серьезно предполагать полностью естественные механизмы, по которым в недрах Земли могли возникнуть цепные ядерные реакции. То есть это природный реактор, не имеющий никакого отношения к внеземным цивилизациям. Но с другой стороны, сильнейшее радиоактивное, хоть и природное излучение, должно было все вокруг погубить. Это воздействует на организм. Конечно, это излучение, оно может и убить человека, но в то же время, если определенные дозы, оно может стимулировать развиваться организм гораздо быстрее. И вот человек на этом маленьком пятачке, вполне возможно, он мог развиваться быстрее, чем его сородичи, скажем, ну, за 300-500 километров оттуда. Более того, некоторые ученые считают, что сами по себе природные ядерные реакторы могли сыграть еще даже более важную роль в появлении всего живого в общем и человека в частности, путем обеспечения той самой искры, необходимой для зарождения жизни на Земле. Такую возможность предположили ученые Государственного университета Монтана. Исследователи считают, что для начала требовался какой-то выброс энергии. Эта энергия была необходима для разрыва связей простых элементов, таких как углерод, азот, водород и кислород, чтобы они могли соединиться для формирования первых сложных органических молекул. Другие ученые предполагают, что необходимую энергию мог предоставить удар молнии, но большинство склоняется к мнению, что именно энергия природного ядерного реактора могла стать катализатором. Но вернемся к сенсационной находке в долине реки Омо. Что же за существо могло обитать в Эфиопии 5 миллионов лет назад? Можно ли его считать человеком разумным, а сообщество, в котором он обитал, неким подобием цивилизации? Пусть даже на самой первой, племенной ступени. Тогда еще племен практически не было. То есть были какие-то группы полуживотные, полулюди, которые переходили из одного состояния в другое, которые находились в данный момент в районе Северной и Восточной Африки. То есть это была наиболее древняя, так скажем, из найденных групп полуцивилизованных наших предков, гоминидов. Гоминиды – это семейство наиболее прогрессивных приматов, включающие в себя как людей, так и больших человекообразных обезьян. Кстати, давно уже ставшее научной аксиомой положение о том, что человек произошел от обезьяны, в наше время вызывает у многих большое сомнение. Основную роль в возникновении таких сомнений сыграли биологи. С их точки зрения, генетический код обезьяны не имеет ничего общего с тем, который несет в себе человеческая клетка. Таким образом, между человеком и обезьяной существует, по-видимому, только внешнее сходство. Кроме генетических признаков, отличающих человека от обезьяны, существуют и принципиальные физиологические отличия. Если считать человека приматом, то можно заметить, что у него единственного из семейства ноги длиннее рук. За это мы расплачиваемся болями в спине и сдвигами в позвоночнике. Только человек имеет подкожный жир и редкий волосяной покров поверхности тела. При этом он единственный среди приматов, плавающий в воде. Только человек в состоянии сознательно управлять своим дыханием и таким образом модулировать звуки речи. Попытки энтузиастов научить обезьян говорить не привели к успеху именно по той причине, что те как раз и не могут этим дыханием управлять. Поэтому, как считают исследователи, в долине реки Омо все-таки были обнаружены останки человека. Очень древнего человека. Другими словами, нашего прародителя. И не случайно эта находка была сделана в Эфиопии. Именно там, как предполагают некоторые исследователи, в далекие доисторические времена было то место на Земле, как бы специально предназначенное для зарождения жизни. То, что там находят все новые и новые останки и останки древнего человека, древних гоминид, говорит о том, что именно здесь была прародина человечества. Наверняка это связано, конечно, с природной аномалией, которая рваной раной протянулась на 7 тысяч километров с севера на юг из Азии в Африку. Но можно ли здесь ставить точку, утверждая, что первый человек появился в зоне великого африканского разлома, поскольку сам разлом оказался идеальным сочетанием условий для этого? Похоже, что нет. Некоторые исследователи считают, что гигантская природная трещина здесь ни при чем. Все дело в эпохе. В фольклоре многих народов можно найти упоминание о некоем периоде в существовании нашей планеты, который принято называть райским. Это была первая фаза человеческого существования. В те далекие времена на Земле господствовал гораздо более теплый климат. Вода занимала значительную часть земной поверхности, и прибрежные зоны были покрыты множеством неглубоких теплых лагунов. На небе постоянно находилось огромное, кажущееся неподвижным светило, которым все восторгались. Его называли космическим яйцом или ночным солнцем. С точки зрения астрономии, это может значить, что в Солнечной системе светили две звезды, и Земля была спутником меньшей. Благодаря двум солнцам на нашей планете не было ни зимы, ни ночи. Растительность развивалась буйной и богатой. Ее плодами можно было питаться постоянно и без труда. Социальная структура человечества была матримониальной, то есть основанная на содержании женщиной домашнего очага. При этом отцовство не имело значения. И не было смерти в нашем понимании. Мифология бессмертия могла появиться в связи с массовым долголетием. Но и смерть не считалась чем-то устрашающим, а была только частью жизни. Но вдруг вторая меньшая звезда взорвалась. При этом Земля была переброшена на орбиту ближе к Солнцу. Одновременно ось ее вращения стала наклонной. И тогда появилось чередование времен года. В результате этого климат на нашей планете стал намного холоднее. И произошло это ровно 70 миллионов лет назад. Существует гипотеза, что последовавшая сразу же за этим событием массовая гибель динозавров явилась результатом резкого похолодания. Могла ли память о столь давнем событии сохраниться в легендах человеческого рода? А она, безусловно, сохранилась. И это дает повод считать, что человечество намного древнее, чем мы предполагаем. И дата даже в 5 миллионов лет существования это тот срок, когда ветвь людей-гоминидов отделилась от иной, более древней группы достаточно разумных существ. Но каких? В последнее время появилась и стала укореняться идея. Некогда в центре галактики существовала материнская планета, на которой зародилось человечество, позже расселившееся по всем пригодным для жизни мирам. В том числе и на нашей планете. А затем, по неясной причине, созданные пришельцами колонии на Земле утратили цивилизацию, деградировали и одичали. Естественно, в научных кругах достаточно весомых доказательств для подобной гипотезы подобрать невозможно. Поэтому эту идею используют лишь авторы фантастических рассказов. Но нельзя отрицать, что сама мысль возникла не на пустом месте. В связи с этим находка останков древнего человекообразного обитателя Земли в долине Эфиопской реки Омо скорее ставит больше вопросов, чем дает какие-либо ответы на тайны мироздания. Но ученые упрямо идут по пути разгадки этих тайн. Вполне вероятно, что совсем скоро мы станем очевидцами самых, что ни на есть, сенсационных открытий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова